Всем привет! Сегодня на канале Мазер Киев новая рубрика «Советы психолога». И с вами я, Валерия Вайтнер, детский психолог. Сегодня наше видео будет посвящено теме роли отца в жизни ребенка. Мы все прекрасно знаем, какую роль выполняет мама по отношению к детям. И многие думают, что самый важный родитель в жизни ребенка – это мама. Но на самом деле нет, потому что природа устроена таким образом, что у ребенка есть два родителя. И каждый из родителей несет свои функции и несет свои задачи. И только тандем мама плюс папа могут сформировать в ребенке ту самодостаточность, ту полноценность, которой мы все стремимся. Какую же роль выполняет папа по отношению к ребенку? Ну, во-первых, мы точно знаем, что так, как физически может развить папа, мама развить не может. Те игры, которыми владеют папы, не умеют владеть мамы. Поэтому одна из важнейших задач папы – это физическое развитие детей. Потом, когда ребенок рождается, он полностью себя отождествляет с мамой. Он считает, что мама – это его часть, это такое единое, целое до определенного возраста. Папа же нет. Папа не находится в декрете с ребенком. Папа не находится 24 часа с ребенком. Папа уходит в социум и возвращается. То есть папа является носителем социальных норм, правил и устоев. То есть папа приносит из внешнего мира что-то в свою собственную семью. Поэтому претензии женщин, когда папы бывают чересчур строгими, когда папа не может любить просто так, а у него есть какие-то требования и какие-то условности – это абсолютно нормально. Мама и папа не могут любить ребенка одинаково. Мама и папа не могут воспитывать ребенка одинаково, потому что у нас разные природные функции и задачи. Поэтому мы, женщины, должны это принять абсолютно нормально. Это важно для наших детей, потому что наши дети не выйдут в социальный мир. И мир их не будет принимать просто так за то, что они такие, какие они есть. Мир будет выдвигать какие-то свои требования, свои правила. И если в жизни ребенка есть папа, который приносит что-то из социального мира, приносит какие-то условности, приносит какие-то правила, то ребенку будет гораздо проще адаптироваться, социализироваться и зарекомендовать себя. Он будет более конкурентоспособным. Конечно, стиль воспитания должен быть у мамы с папой максимально близок друг к другу. Но мы все равно понимаем, что мы люди разные, мы абсолютно из разных семей, со своими традициями и абсолютно одинаково мамы с папой воспитывать не будут. Поэтому мы понимаем, что папа может говорить не так, как говорит мама, не тем языком, которым говорит мама. Папа может не столько сюсюкать, нежничать, как это делают мамы, бабушки, женщины. Каждый из нас должен дать ребенку то, что он может дать. Также папа очень сильно влияет на самооценку девочки, потому что самооценку в ребенке закладывает родители противоположного пола. И сколько времени он проводит с дочкой, как он это делает, комплименты, подарки, внимание, игры, прогулки, беседы. Все это благоприятно влияет на самооценку девочки, помогает раскрыться женственности. И отношение папы к девочке и отношение папы к жене, к маме своей дочери будет влиять на то, какой выбор сделает дочка уже в своей взрослой жизни. Это будет влиять на ее отношения, на ее супружеские отношения, на ее выбор. Ну и, конечно, для мальчика папа тоже очень важен, потому что именно папа является носителем мужского поведения, мужских стереотипов. И именно папа может поделиться с ребенком, с мальчиком опытом, навыками мужского поведения. И то, как взаимодействовать с противоположным полом, тоже может научить папа. Папа. Бывает такое в семьях, что мама воспитывает одна, что по каким-то причинам папа либо не включен в процесс, либо папа не живет вместе, либо папы нету. И здесь очень важно, чтобы мама не заменяла роль папы и не пыталась выполнить функцию сразу двух родителей. Но это практически невозможно. Мама должна оставаться мамой, а роль папы важно заменить другой фигурой, мужской фигурой. Это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть крестный. Может быть, со временем, чуть позже, это будет тренер в возрасте 4-5 лет. И вы можете выбрать именно того тренера, который будет соответствовать, нести ценности, которые важны именно для мужского поведения, для формирования мужественности внутри мальчика. Но самой к этому стремиться невозможно. Женщиной, мужчиной, папой стать это будет очень сложно. Вы потеряете саму себя. У меня на сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы на тему роли папы в жизни ребенка, обязательно оставляйте их под этим видео. Я обязательно отвечу на каждый вопрос. И подписывайтесь на канал, ставьте уведомления для того, чтобы не потерять для себя важную информацию. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok